Первое послание Тимофею, глава пятая. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякою чистотою. Вдовиц, почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть из мира избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа. Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтоб молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особенную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и, трудящийся, достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх. Пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Редактор субтитров А.Семкин